Добрый вечер! Вы смотрите проект «Вечер на седьмом» и сегодня проведу с вами его я, Максим Малынов. В рейтинге Мирового банка по легкости ведения бизнеса наша страна занимает почетное 145 место. Общая налоговая нагрузка составляет почти 55,5%. Несмотря на многочисленные утверждения наших представителей власти о том, что все будет делаться для того, чтобы налоговая нагрузка снижалась, вести бизнес в Украине становилось все легче и легче, этого почему-то не происходит. Более того, различные контролирующие органы постоянно добавляют масла в огонь и делают введение бизнеса в Украине практически невозможно. Так ли это? Говорим сегодня с нашим гостем. В гостях вечера на седьмом представитель фонда «Местная инициатива» Сергей Звериндовский. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер. Для того, чтобы мы ввели в курс дела наших зрителей, поняли о чем будем сегодня с вами говорить, я попрошу режиссера поставить нам сюжет для начала, после чего обсудим его. Впервые в Украине работу налоговой службы мониторили на протяжении целого года. С 2014 по 2015 благотворительный фонд «Местная инициатива» проверил сотрудничество предпринимателей с фискальной службой Одессы. Как было раньше, когда люди брали документы и находили, ага, этого документа нет, этот документ не оформлен, такой-то документ неправильно заполнен, сейчас этого не делается. По словам Сергея Звериндовского, работу фискальной службы в нашей стране никто не проверяет. Поэтому сотрудники волей-неволей начинают превышать должностные полномочия. Самыми распространенными нарушениями взаимодействия между налоговиками и представителями бизнеса стали ошибки при оформлении актов. За один год организация проверила четыре районных службы, одну областную и около 20 предпринимателей. Самое распространенное такое или злоупотребление, или нарушение – это попытка налоговых органов перевести проверки, которые они должны проводить. Они уходят от реальной проверки первичной документации и выходят к формированию актов о невозможности проверок партнеров. Таким образом предприниматели несут финансовые потери. По результатам анализа работы фискальной службы фонд готовит обращение к Верховной Раде. У нас предложения должны быть запрещены законодательно оплаты налогов авансом. У нас практически в Украине практически все налоги платятся авансом. Второе – запретить двойное налогообложение и уравнять, реально не на словах, а реально уравнять права налоговиков, как представителей госвласти и плательщиков налогов. Представители фонда отмечают, что подобной деятельностью они хотят поменять идеологию налоговых отношений в Украине. Ольга Голодова, Кристина Кондратьева, Седьмой канал. Итак, налоговые органы превышают свои полномочия, злоупотребляют властью и делают ведение бизнеса максимально сложным. Для чего это происходит, по вашему мнению? Это коррупция? Вы знаете, я бы не назвал коррупцией. Это почему? Потому что коррупция еще с покон века – это слияние преступных группировок власти, лоббирование интересов преступных группировок представителями власти. Это не совсем коррупция, это где-то превышение именно должностных полномочий, ненадлежащее исполнение должностных полномочий. Но надо отметить, что в данной ситуации рядовые исполнители, работники налоговых органов, они являются заложниками. Не далее, чем в этом году, был доведен план уже очередным руководством налоговой службы, план доначислений, план сбора налогов, план административных штрафов, которые должны наложить налоговики. И ни для кого не секрет, что налоговики вынуждены исполнять вот эти безрассудные планы. И их цель – не уничтожить бизнес. Я не думаю, что кто-то из налоговиков, ему не нравится какое-то предприятие, он просто его не любит. Просто ему ставится задача, вот как хочешь, как не хочешь, пожалуйста. У тебя должно быть столько-то доначислений, столько-то, столько-то. И эти планы диктовались всегда. То есть превышение власти, полномочий, то, о чем мы сейчас говорим, это просто объективные условия, в которых они, бедные, оказались и вынуждены вот так себя вести. Но, к сожалению, это достаточно реальный факт. Потому что мы, общаясь с различными представителями и руководителями налоговых органов, еще в прошлом году мы сталкивались с тем, что приходят бедные перепуганные с совещания и говорят, вот мне надо столько-то по НДС доначислить, мне надо, где я буду брать, никого никто не спрашивает. Другой вопрос, что уже есть люди, которые используют эту ситуацию, чтобы свое материальное положение поправить. Но эти люди обычно находятся повыше, чем рядовые сотрудники. Я думаю, что да. Я думаю, вряд ли, что рядовой инспектор сидит и думает о том, как же мне содрать с директора фирмы деньги. Я думаю, что рядовой инспектор, он подневольный человек, которого... Но он все-таки так думает, учитывая, что ему дают разнарядку свыше. Но тем не менее он работает. Он же не увольняется. Но, возможно, какую-то часть этих денег он тоже имеет. Возможно, какие-то свои преференции он тоже имеет. И вы называете это не коррупцией? Ну, это просто элементарное нарушение законодательства. Я чуть-чуть просто иначе понимаю коррупцию. Коррупция, когда какой-нибудь преступный элемент пролоббировал интересы по ремонту дороги или по постройке домов. Вот это коррупция. Но там идет хозяйственный процесс. Я просто поэтому не совсем бы назвал это коррупция. Хорошо. Давайте в данном случае мы не будем считать, скажем, решение проблемы с проверяющих органов, с бизнесом, в которых проверяющие органы давят на бизнес и требуют с них определенной преференции. Мы не будем сегодня называть это коррупцией. Будем называть вот условия, в которых они работают. Итак, вы провели сегодня пресс-конференцию. Вот моя коллега Ольга Голодова только что рассказала в двух словах о том, что там было. И вы рассказали о том, что условия, в которых существуют фискальные службы, они, мягко говоря, не самые, скажем, европейские, не самые современные. Какие-то примеры могли бы привести, которые говорят о том, что фискальные органы работают, ну, скажем, не в контексте борьбы за свободный бизнес, за свободные европейские стандарты и так далее. Да, к сожалению, ситуация такова, что фискальный орган – это сегодня государство в государстве. Вот у него есть задача, у него есть план, он должен его выполнить. И ему крайне не рекомендуется задумываться об моральных аспектах его работы. Они работают в том правовом поле, который им доводят. У них огромнейшее количество правовых актов, внутренних, неправовых, а вернее нормативных. И вот, пожалуйста, работайте. Твоя задача – собрать деньги. Как? Это нас не интересует. Поэтому вот они как-то вот так живут отдельно. Они не думают о последствиях, они не думают о вариантах, они не думают о морально-этической стороне проблемы. У меня такое сложилось впечатление. Я, может, и ошибаюсь. Но у меня сложилось такое впечатление, и есть этому один маленький пример. Давайте. Значит, мы общались, встречались с налоговиками, представителями областной налоговой, грамотнейшие, порядочнейшие люди, очень толковые. Был конструктивный разговор, они высказывали свое мнение. Мы высказывали свое, но я обратил внимание, что их очень-очень заботят, почему моряки за грандплавание не платят налоги в Украине. Да, действительно, это вопрос, который заслуживает обсуждения и урегулирования. Но я обратил внимание, что наряду с этим их абсолютно не удивляет, с какого перепугу у нас есть в Украине налог на жилую недвижимость. То есть они живут в том контексте, в той структуре, в которой они уже мыслят, как сборщики поданий. Они мыслят, почему здесь не берется, а то, что это берется незаконно, они не задумываются. И вот это, к сожалению... Что это за налог? Я уверен, что далеко не все наши зрители прекрасно разбираются в налоговом законодательстве, учитывая, что у нас, кстати, количество налогов в Украине составляет, вот я сейчас смотрю, отчет Всемирного банка. Это 135 налогов. Уверен, что далеко не каждый одессит понимает, что там. Да, вот налог на жилую недвижимость, который вы назвали. Что в нем такого? Смотрите, ситуация такая, что налог на жилую недвижимость относится к так называемой категории местных налогов. У нас в стране два вида налогов – местные и государственные. Значит, он предусматривает, что каждый гражданин, проживающий в своей квартире, независимо от того, каким образом она к нему попала, сколько он там живет, сколько людей прописано, вот каждый собственник должен платить какой-то налог. В год разные есть предложения. Были предложения, я начинаю считать, со 120 метров площади, были предложения с первого метра. И единственный довод, который приводят налоговики у нас, они говорят, ну во всем же мире такой налог есть. Но никто из них не удосужился изучить историю, как он взялся во Франции, в Италии или в Германии с Англией. Там идея, идеология налога была. Давайте мы не будем уходить во Францию и в Италию, это слишком много, и у нас не очень много времени для этого. Почему вы считаете, что этот налог неадекватен в наших экономических условиях? Этот налог неадекватен у нас по той простой причине, что у нас жилая недвижимость, это не является объект налогообложения. Почему? Потому что тут нет процесса. Если это коммерческая недвижимость, которую мы сдаем в наем, тогда давайте брать налог с того финансового результата, который будет получен от сдачи в наем. А от того, что мы живем с вами, мы пенсионеры, ведь идеология, эта налога была какая, неважно какие, пожалуйста, платите и пенсионеры из хрущевки, из коммуны. А это по идеологии ничем не отличается от налога на шапку, налога на куртку или налога на воздух. Потому что квартира – это та часть, тот механизм, который обеспечивает нашу жизнь. Тут нет объекта налогообложения. А налоги – это вообще плата за то, что ты что-то получил, плата за то, что ты выполняешь какие-то эксклюзивные поручения государства, какие-то преференции тебе оказаны. А налог просто так быть не должен. Кстати, один маленький момент у нас, например, в налоговом кодексе, в одной из первых статей прописана такая странная фраза, что налогом называется безусловный платеж в определенный бюджет. Для меня довольно странно, что значит безусловный платеж. Безусловный платеж – это рякет. Если у нас государство прописывает в налоговый кодекс, по-моему, или четвертый, или пятый, статья уже сейчас не буду смотреть, фразу «безусловный платеж», а не «платеж за получение дохода» или там сформулировать. Итак, фискальные органы в Украине занимаются рэкетом. Давайте так, я занимаюсь бизнесом, ко мне приходят налоговые инспекторы и начинают проверку моего предприятия. Есть ли у них какие-то полномочия? И, возможно, вам известны случаи, когда вот такие вот проверки приводили к тому, что предприятия были вынуждены закрываться? В принципе, очень часто проверки приводят к тому, что предприятия вынуждены закрыться. Корректно взять эту информацию сложно, потому что процесс закрытия предприятия в Украине еще более сложный, чем ведение бизнеса. Там очень много препон, но есть бесспорно руководящие инструктивные документы, тот же налоговый кодекс, те же инструкции, которые четко предусматривают, что надо делать. Но, однако, сейчас так не делается. Я давно не слышал, чтобы кто-то полноценно проверял первичную документацию, так как должны делать. Как правило, сейчас сводится, вот как я говорил на пресс-конференции, к тому, что большая часть проверок, она сводится к тому, что вот мы хотим вас проверить, но вот вы показали какие-то первичные документы, у вас вроде все хорошо, но у вас партнер там ООО какой-нибудь, а мы его не можем проверить. Ну, поэтому вы, наверное, доплатите налоги. Ну, вот как-то так вот. За партнера, из-за того парня. Ну, практически косвенно выходит за партнера. Оно прописывается, они приводят это к понятию эффективной сделки. То есть они залазят в гражданский кодекс, трактуют его по своему усмотрению, с свободной руки бывшего руководства налоговой, еще не знаю, может, Азарова, не Азарова, но то, что предыдущий и предпредыдущий точно. И они трактуют, что сделка эффективная, поэтому доплати, пожалуйста, НДС, доплати прибыль и прочее. Вы же давно изучаете эту тему. Скажите мне, вот со времен Азарова, Януковича, уже два года как, нет, давно, ни Азарова, ни Януковича поменялось ли что-нибудь принципиально в налоговой системе? Нет. То есть ничего вообще не поменялось? Вы знаете, я очень хочу, чтобы я ошибался. Но у меня возникает вопрос. Когда-то наш премьер-министр заклемил позором… Который премьер-министр? Последний, еще пока действующий. Заклемил позором Министерства доходов и сборов, кричал «Мин сдох, сдох» там в Верховной Раде. Что изменилось за это время? Ничего. Методологии не поменялись, законодательство не поменялось, идеология отношений не поменялась даже больше. В таких ситуациях во всех мирах вводится процесс налоговой амнистии. То есть если вы признали, что прежнее руководство преступники и действовали преступным образом, тогда амнистируйте тех, кто пострадал от действия прежнего руководства. Нет. У нас придумали такой позор государственный, как налоговый компромисс. То есть предлагают мне самому объявить о том, что я что-то там не доплатил когда-то. Мне простят 95%, но 5% ты заплатил бюджет. Возникает вопрос, если я виноват, почему вы меня прощаете? Я должен отвечать по всей строгости. Но вы же сами сказали, что это амнистия. Должна быть амнистия, а они придумали налоговый компромисс. А компромисс заключается в том, что тебя не оставляют в покое, а тебе говорят, что ты 5% доплатил. Амнистия – это 100%. Амнистия – это 100%. Идеология этого процесса разная. Но самое интересное, по поводу коррупции, при моем даже негативном отношении к формулировке, вот этот налоговый компромисс – это вот такое поле для коррупции. Потому что по его идеологии, я не знаю, как он сейчас работает, постоянно отслеживать все надзаконодательные нормы невозможно. То есть там сидит должностное лицо, и которое принимает эти документы, принимаем, эти не принимаем. И мы с вами прекрасно понимаем, что если я ему принесу что-то, он включит меня в налоговый компромисс. А если я не принесу, он меня вычеркнет. Зачем создавать поле? А сколько нужно принести, кстати? Я не знаю. Я знаю, что… Я не знаю предприятия, которое пошло на налоговый компромисс. Мы общались с людьми. Я не знаю ни одного предприятия, которое пошло. Им не хватило денег, чтобы… Нет, я думаю, что просто на это никто не клюнул. Потому что, по идее, надо априори признать, что я был неправ, и признав, что ты был неправ, там прописано, теряешь право обжаловать это в суде. То есть если потом что-то пойдет не так, уже все, я не могу подать в суд. То есть это уже как бы странная методология. Поэтому я не знаю людей, которые пошли на налоговый компромисс, хотя у нас докладывали, что там… Хорошо. Вы сказали о том, что сейчас есть огромное поле для коррупционных деяний со стороны фискальных органов. Вот то, о чем вы говорили. Приходит проверка и говорят, мы не можем проверить ваших партнеров, заплатите за них сами деньги. Как ведут себя бизнесмены в этой ситуации? Вы знаете, раньше пытались договариваться. Последние года 4-5 плюнули и стали подавать в суд. Есть целая судебная практика, высший административный суд. Там одно письмо последнее его по практике судебной. 116 страниц. Анализируется все рассмотрение дел по таким так называемым никчемам. Предприниматели идут в суд. И абсолютное большинство исков выигрывают. Потому что там оно совсем белыми нитками шито, потому что признать, что не могут найти твоего контрагента и предположить, что значит сделки не было, ну это как бы… В пресс-релизе, которые готовили вы сегодняшние пресс-конференции, я тут вычитал целый ряд вопиющих фактов, возможно, вы расскажете нам о них. Сейчас, в частности, когда аудитор написал о том, что директор компании умер, а потом сам перезвонил тому директору компании с просьбой подписать документы. Вот расскажите об этом более подробно. Ну вот смотрите, опять-таки повторюсь, вот этот процесс, вот этот механизм проведения проверок с целью признать недействительным какую-нибудь сделку с каким-нибудь партнером, еще что-то, сказать, что ее не было, вы просто оформили документы. Он на своего рода жаргоне или профессионализме называется никчема. То есть по гражданскому кодексу никчемный правочин, то есть недействительная сделка. Налоговики забывают, что они не имеют права трактовать гражданский кодекс, они забывают, что гражданский кодекс не регулирует налоговых отношений. Я считаю, что это вообще вопиющий факт. Они могут применять это только в случае на увеличение решения суда о том, что сделки не было. Так вот, что они пишут в таких актах? Есть разные прецеденты. Формируется акт, в котором пишется на каком-то абзаце, что в налоговой имеется копия акта из другой налоговой другого города о невозможности проверить контрагента в связи с отсутствием его по месту регистрации. И потом налоговая привязывает к этому, после этой фразы, перечисляет огромнейшее количество нормативных статей и актов, которые якобы нарушены. Это уже служебный подлог по той причине, что они ссылаются на нормативные акты, которые указывают порядок оформления, допустим, налоговых накладных порядок, оформления первичных документов. То есть это не связанные юридически между собой события акт о невозможности проверить контрагента и твои документы. Это забывается начисто. Что касается этого случая, когда написали в акте, там был один акт проверки одного предприятия, в котором написали, что там перечислили их, на их взгляд, нарушения. Кремтога, предприемство мое ознаки фиктивной идеальности, а самое, предприемство оформлено по мэрлу, або особу, яка значится пропавшей безднести. Иными словами, руководитель предприятия посчитали, что он нужен. Да. Через несколько дней звонок на мобильный телефон, извините усопшему, придите, подпишите протокол админправонарушения, поскольку вы еще не обжаловали, то есть умерший, оказывается, должен был обжаловать. Значит, обжаловали этот акт, значит, поэтому вот так. Это не самое смешное. Самое смешное, вот есть, у нас есть эти акты. Если это еще не самое смешное, то дальше еще интереснее будет. Вот формулировка, вот идет то-то-то-то, перечисляется что-нибудь. В налоговой инспекции имеется копия письма от, допустим, Дарницкой налоговой инспекции о невозможности проверить там ООО «Фиалка» или ООО «Торчермет» в связи с отсутствием его по месту регистрации. Когда начинаешь выяснять, так вот, они указывают, что они могут проверить вашего партнера, то есть вашего контрагента, но они не могут проверить контрагента вашего контрагента. То есть фирмы, которых вы ни сном, ни духом. Может, они действительно преступные, те фирмы. Какое отношение это имеет к вам? Никакого. А они пишут, вот это тоже идет в акты. Это тоже идет в акты. Что следует за этим? Вот они написали. После актов, это вот то, с чем мы пытаемся как бы сейчас, ну, не бороться, предложение делать. После акта следует формирование такого документа налоговое решение. То есть не акт является основанием для выплаты штрафов и до начления налогов, а такой документ бездушный, налоговое решение. Так вот, там уже вписывается в конце. Вот написали билиберду, потом чем самым нарушили то-то-то, перечислили статьи, которые оговаривают порядок оформления документов мною, а не моим контрагентам. То есть совершили, по сути, служебный подлог. Потом к этому акту приложили налоговое решение и иди. И мы идем в суд, обжалуем не акт. Мы не обжалуем вот эти выпиющие непонятные фразы, а мы обжалуем вот этот документ бездушный, налоговое решение. Чем самым не можем дать процессуальную оценку действий вот этого проверяющего. Вот мы хотим предложить поменять некоторые нормы кодекса админсудопроизводства для того, чтобы параллельно с отменой данного документа рассматривался первичный акт. И отсюда тогда уже будет проще оценивать действия. Служебный подлог, давление на бизнес, коррупция, то, что вы почему-то не хотите называть коррупцией, и все это условия, в которых работает сегодня государственная налоговая служба, фискальные органы. В частности, вот сегодня у нас только что появилась информация, что в Одессе арестован аудитор госфискальной службы, и Приморский суд отправил его в следственный изолятор за то, что он якобы организовал преступную схему и требовал предпринимателей 5000 долларов за умышленное доначисление по акту внеплановой проверки. Поясните, пожалуйста, что значит доначисление по акту внеплановой проверки? Я думаю, что если этот факт имеет место, и действительно этот человек взяточник, и действительно вымогал взятку, это недопустимо. К сожалению, есть такие люди, они думают, что они есть только в налоговой службе. У нас много других служб. Что значит вот это вот доначисление? Доначисление, вот он составил акт, было в акте указано, что вот вы не покрасили в зеленый свет, поэтому нарушили то-то-то и выписали вот это налоговое решение для того, чтобы вы доплатили эти штрафные санкции. Так вот, уже в расчетный счет. Так вот, когда у человека на руках есть акт, но еще нет налогового решения, которое подписал начальник налоговой, вполне возможно, этот сотрудник просто нам предложил предпринимателю, давай я акт перепишу, вот этих вот штрафов здесь не будет, я напишу, что у тебя все хорошо, а ты, в свою очередь, дашь мне 5000 долларов. Вот, скорее всего, ситуация... Из ваших слов следует, что вполне возможно, этих штрафов там в принципе могло бы и не быть. А вот из того, что мы сталкивались, тут второй вопрос. А вообще, законно ли изначально был факт проверки, изначально законно ли изымались, выбрались документы, законно ли делалась сама проверка, и правильно ли доначислили эти все штрафы. То есть, вполне возможно, что сначала он нарисовал липу, а потом сказал, ну, вот давай я тебе исправлю. Вот, к сожалению, их действительно сегодня проверить очень сложно. Один из вариантов, вот мы предлагаем, для того, чтобы вот этого не было, вот вариант. Сегодня у нас есть механизм оспаривания решений налоговой службы. Мы должны их испаривать в вышестоящей инстанции, в областной налоговой. Но никто никогда не будет наказывать своего подчиненного. Всегда будут защищать честь мундира. В данной ситуации мы предлагаем другое – создать независимый аудиторский орган, который будет рассматривать акты, не областная налоговая, и вот решения аудиторского органа будут обязательными для исполнения налоговиков. И этот орган не должен иметь никакого отношения к налоговой. Независимый аудиторский орган на базе чего? Управление юстиции, управление торговлей? Пожалуйста, пусть это будет управление юстицией. Нет проблем. Это может быть при управлении юстицией, это может быть просто при обладминистрации. Не знаю. То есть не начальство должно рассматривать джаву. А вы верите реально, что у нас тогда может быть независимое? Честно? Давайте честно. Пока нет. Ну вот ответ на наш вопрос. Сергей, хорошо. Вот в контексте всего, что вы сейчас проговорили, о том, что налоговое, скажем, давление в Украине, ну, понятно, на каком месте мы находимся. Какой процент теневого бизнеса сейчас в Украине? Ну, вы знаете, я не думаю, что есть смысл говорить о теневом бизнесе, потому что вот мы, когда попытались собрать информацию, сколько предприятий прекратило свою деятельность, то вот из тех предприятий, которые работали в 2012 году, я просил, вот я лично через знакомых, родственников, из 56 предприятий, которые тем или иным образом были знакомы, работает 4, но закрылось тоже что-то 2 или 3. Люди в тень, люди повыводили бизнес за Украину. То есть те, кто могут оформлять бизнес за границу, они повыводили бизнес за границу. Здесь бизнес, я не представляю, как можно сегодня, допустим, вести бизнес. Сегодня многие законодательные нормы, они как на зло, они не... Бизнес сегодня в Украине работает не благодаря, а вопреки. Ну, это известный тезис, который говорили в этой студии очень многие люди, в том числе и министры экономики, и различные финансовые эксперты. И вы сегодня также повторяете этот тезис. Я думаю, что, ну, ситуация заходит достаточно далеко, потому что мы все ожидали каких-то решительных изменений, но их не произошло. И вот сегодня, вот в итоге, резюмируя нашу с вами беседу, понимаем, что государственная фискальная служба, налоговые органы сегодня являются главным препятствием для развития бизнеса в Украине. К сожалению, это факт, и, к сожалению, на этом факте нам придется закончить сегодняшний разговор, учитывая, что время нашего проекта истекло. Я напоминаю нашим зрителям, что сегодня у нас в студии был представитель фонда местной инициативы Сергей Зелендовский, и говорили мы сегодня о давлении налоговых органов на бизнес, и также искали выход из сложившейся ситуации. Вы смотрели проект «Вечер на седьмом». Спасибо, что вы были с нами.